Друзья, добрый вечер! Сегодня начну видео вечером, может быть и до завтра еще отложу камеру, но сейчас не могла не поделиться с вами этой красотой. Хочу рассказать, что наконец-то я добралась до того момента, когда самые пыльные, самые грязные работы позади, стены и в этой комнате, то есть в спальне и вот в этой комнате все уже отшлифовано терочкой и в спальне отгрунтовано. А это значит, что пыли такой уже больше не будет и завтра, скорее всего, можно будет приступать либо клеить обои, либо красить стены. Я уже достала обои, они будут вот такие, не во всей комнате, это будет только изголовье. Так, а там можно я... Ну, конечно, у меня же всегда все вверх ногами, всегда. Что мешки открываю, что обои. Вот такую красоту я приобрела в небольшом магазинчике, там, недалеко от станции Раненбург. И мне одного рулончика хватит, чтобы оклеить вот ту стену, там, где будет изголовье. Сначала хотела я просто чисто над... Ну, по ширине кровати сделать, а потом поняла, не получается. То есть, будут зеркала, а зеркала широкие, 72 сантиметра ширина, и как-то все это не будет гармонировать, на мой взгляд. Поэтому вся стена будет оклеена вот этими красивыми обоями, и по бокам будут молды. За молдами уже не полезу, в каком-то видео показывала, ну, конечно же, еще покажу, когда это все будет на стене. Ну, не правда ли, красота красивая, очень красивые обои. Мне нравится такая тематика, тематика старинного города. Скорее всего, это улочки Европы в таком пастельном тоне. Фонарики, балкончики, ковка, вот эти двери, деревья, вот цветы висят. Ну, в общем, это мне очень-очень импонирует, очень нравится. И сегодня я была в магазине Озон, подбирала краску под, уже вот выставила. Не знаю, что завтра делать, то ли стены красить, то ли обои клеить, то ли красить изголовье. В общем, все хочется сделать, и все сразу. Вот эта краска Атори французская. Ой, чуть не уронила, представляете? И камеру держу, еще их поймала. Атори Десижен, а вот, короче, изголовье будет вот такого цвета. Я хотела потемнее, сегодня пошла получать эту краску, а она, ну, вообще не тот тон, который мне нужен. Какая-то серо-буро-малиновая, простите. Ну, в общем, розовое, что-то коричнево-серое, непонятный цвет, такой тяжелый цвет. Ну, что же, будет вот изголовье вот такого цвета. На мой взгляд, это даже еще и лучше. Посмотрите, как эта краска, ну, просто она очень хорошо вписывается под эти обои. Изголовье будет, я думаю, чуть заметным. Итак, немножечко расскажу, как я грунтовала стены. Обычная грунтовка, сейчас подойду, покажу. Вот такая грунтовка, такая водичка глубокого проникновения. Купила я сегодня в строительном магазине, когда ходила в Озон, валик. Два валика, один из них велюровый, один, ну, очень похож на велюровый. Сейчас я вам его покажу. И он мне очень помог. Вот такой валик. И этим валиком я вот так вот грунтовала стены. Что хочу сказать. Сначала, конечно, шкурила теркой. Вот после того, как я шкурила шторы, нужно все вот эту всю пыль смести. Потом, после грунтовки, у вас все равно будут, вот здесь, ну, вот так рукой потрогаете, будут такие немножечко, ну, как песочек, мелкий-мелкий. Вот это все тоже нужно либо тряпкой махровой такой, которая хорошо сметет, ну, лучше тряпкой, я думаю. Все это смести, чтобы ваши стены были такие гладенькие-гладенькие, готовые под покраску, чтобы краска хорошо легла. Ну, и хочу похвастаться, коль теперь уже не будет таких пыльных работ, я решила открыть новое постельное белье «Сказка». Друзья, это действительно сказка. Я купила два таких комплекта, я уже вам говорила. Один с натяжной простынью и плюс еще отдельно натяжной простынь. Я сейчас открыла эту натяжную простынь, просто песня. Как же я это люблю. Это удобно, это не высмыкивается, это не делает вам нервы. Вот. И качество, ну, просто отменное. Очень мягенькое такое, ну, похоже на сатин, хотя написано «перкаль». Что мне еще понравилось в этом постельном белье, друзья, пододеяльник здесь молния стоит от и до, по всей ширине вот этого одеяла. Как же удобно это все одевать. Не то, что сделают вот такую маленькую дырочку, ну, или там две трети этой дырочки. И суй туда этот пододеяльник, как хочешь. Здесь же на все, вот, вот, молния по всему, по всей длине одеяла. Так классно было одевать, но эти розы, они просто сводят с ума. В общем, я в восторге. И, конечно, сейчас, опять же, вот, аляпистое этот линолеум, его здесь не будет. И очень красиво будет смотреться, когда, ну, когда я приведу все это в порядок. Наволочки, кстати, тоже на молнии. Видите, клапан вот так закрывает эту молнию. В общем, полный восторг. 2400 стоил этот комплект. Обалденный. Покупала на Вальберис. Просто обалденный комплект. В общем, я сегодня буду спать, как королева. Наконец-то. Наконец-то я дождалась, когда уже пыльные работы позади. И я могу теперь открыть новое постельное белье. Конечно, у меня много, причем, хорошего белья. Я люблю дорогое белье сатин. Вот в Икеи покупала. И магазины присылали мне на обзор. Я всегда выбираю что-то такое подороже. Ну, не знаю. Не нравится мне дешевое постельное белье. После стирки оно какое-то никакое. И это раздражает. Уж купить, так купить. Так что, друзья, на Вальберис сейчас оно есть. Это не реклама. Это все за свои кровные денежки. Так что вот так вот красиво это смотрится. Да, один комплект с обычной простынью. И я, скорее всего, из этой простыни пошью вот такие рулонные шторы. Сейчас там одна шторина висит. А у меня там еще, помните, да? Еще вот здесь вот будет крепиться еще одна штора, которая будет опускаться. Вот из этой простыни я пошью туда штору. Думаю, что будет очень-очень красиво. Ну, а завтра, завтра будет завтра. И я продолжу свой рассказ. Доброе утро, друзья! Конечно, это следующий день. Видео начиналось с вечера. И это следующий день. Сегодня у нас, по-моему, 15 января. Передо мной две красочки, которые я получила на Озоне. Фирмы Делюкс. И одна, и вторая. Это краска белая. А это вот серая. И здесь показан вот этот серый. Истинный серый цвет. Так и написано. Истинный серый. Я хочу смешать эти две красочки. Но в частях, чтобы краски серой было меньше. То есть, мои стены должны быть чуть-чуть серым оттенком. Итак, краска Бинда 7. 7 экстра прочная. Так, без очков. Считаю. Но постараюсь уже не перерываться. Так, для стен и потолков. Идеально для помещений с повышенной нагрузкой. Нам гарантируют 15 лет службы. По-моему, хороший результат. Две тысячи, по-моему, с чем-то рублей я отдавала. Здесь два с половиной килограмма. Расчет на 35 метров. Она якобы не без запаха, короче. Вот, откроем, посмотрим. Я всю правду вам расскажу. Это краска интерьерная. Она все вот в баночке вот с такими ручками. Очень удобно. Но я ездила в озон с сумкой на колесиках. Вот. Это матовая интерьерная краска. Основа у них водная. Что у этой, что у этой. А значит, их можно смешивать. Вчера я вам показывала, что я подготовила стены. И подготовила вот эти вот карнизы. Не карнизы. Наличники. Вот, наличники. Значит, оклеила их малярным скотчем. Чтобы мне не дергаться. Чтобы мне не переживать потом, что отмою я их, не отмою. Да и зачем выполнять ненужную работу. Легче один раз вот так оклеить. И спокойненько потом работать. А у меня появился здесь помощник. Он очень заинтересован моим процессом. Друзья, ну что. Вот эта белая краска меня порадовала. У нее хорошая консистенция. А вот эта краска как будто бы свернулась. Не знаю. Я попробую, конечно, ее развести. Но вот если... Вот видите, она как будто свернулась. Возможно, мне придется ее сдать. Потому что... Ну, посмотрим. Посмотрим, друзья, что получится. Если ничего не получится, я просто пойду и сдам ее как брак. Вот. Все краски, две краски совершенно без запаха. Это я вам гарантирую стопроцентно. В общем, сейчас буду смешивать и пробовать красить. Ну что, друзья. Окраска стен началась. Сейчас я прошлась одним слоем. Скорее всего, потребуется второй слой. Вот вы видите разницу в цвете. Такой, я бы сказала, серо-голубой, наверное. Слегка. Ну, какой-то седой, что ли, цвет получился. Очень красиво. Мне очень нравится. Вот на контрасте еще. Вот здесь можно посмотреть. И первый раз я ошиблась. То есть, что я сделала? Я отлила в другую емкость краску белую, добавила в нее серую, перемешала, попробовала на стене и вот в этом месте. Но тут сейчас закрашено вторым слоем, поэтому вы не видите. И цвет показался мне темноватый. Мне хотелось немножечко светлее. Пришлось вылить все это в оставшуюся белую краску, куда я ничего не добавляла. И в итоге размешался и получился вот такой красивый цвет. Я сейчас закрасила углы вот здесь. И, скорее всего, приступлю оклеивать вот эту стену обоями. Вот там тоже угол подготовила. Вот вы видите, окрашено. И буду сейчас, скорее всего, клеить обои. Хочу поделиться небольшим лайфхаком, как сэкономить ваше время. Вам понадобятся кюветы для краски. И вот на кювету оденьте обычный пластиковый пакет. Покрасили, сняли, выкинули. Вам не нужно мыть. Значит, чем я крашу? Здесь нужно использовать только валик. Кисточкой не красиво будут полосы. Вот этот валик велюровый. Покупала я его в каком-то строительном магазине. Вчера шла. Строит двор, по-моему, там же. Вчера шла с озона и зашла купила. Не было больше по ширине. Ну, да ладно. Кисточка, в принципе, тоже такой же ширины. В общем, крашу этим валиком. Одно удовольствие. Так что вот вам еще один лайфхак с полиэтиленовым пакетом на кювету. Выключила свет, чтобы вам, ну, как-то без света больше видится контраст. Вот такие будут светло-светло-серые стены. Они очень хорошо гармонируют вот с этими обоями. Здесь тоже присутствует вот этот серо-голубой цвет. Думаю, что должно получиться ну очень красиво. Теперь еще что хочу сказать. Обои или краска. Получается, что, ну, во-первых, мне обои не подходят. Ну, там еще как бы по одной стене это ладно. Я думаю, что там не будут драть коты, потому что там и изголовье кровати будет, и тумбочки стоять. Не будет им удобно подходить. Это еще исключение. Одну стену оклеить обоями. Всю, весь дом, хотела сказать, квартиру, представляете? Еще не отвыкла, что у меня дом. Вот, весь дом, конечно же, оклеивать обоями мне, ну, совсем никак. Подерут точно, будет жалко свой труд. И да, и по цене получается, что краска намного, намного дешевле. Вот этот рулон обоев, который я только что вам показывала, стоит 1700 рублей. Здесь 10 метров. Мне хватит как раз оклеить только одну вот эту стену. Вот, посчитайте, сколько таких рулончиков мне нужно только на одну комнату. На краску я потратила 1077 рублей и 1700, по-моему, с чем-то, если я не ошибаюсь. Все равно это намного дешевле. Причем краску я брала премиум сегмента, то есть делюкс. Уже, конечно, банка вся извозюкана. Так что вот, сядьте, посчитайте, что вам выгоднее. Ну, и мне кажется, обои это уже прошлый век. Сейчас, конечно, продаются обои под покраску. Тоже, наверное, недешево получается купить обои, да потом еще краску. А вот, а штукатурить, если у вас гипсокартон, вывести ровненько стену и покрасить. Я думаю, что это самый бюджетный вариант. Да и, по-моему, самый красивый. Где-то что-то запачкалось, оставьте себе немножечко краски. Прошлись валиком, вот вы обновили стену в каком-то месте. В общем, со всех сторон, мне кажется, что краска получает 5 баллов максимально по 5-бальной шкале. Друзья, ну что, подготовительные работы я провела. Понадобится вот такой длинный уровень. Они разные бывают. У меня есть и короткий. Мой короткий, это мой. А это уже Лешик мне подарил. Ну, подарил или дал попользоваться. Посмотрите, какой неровный потолок. Сейчас я попытаюсь приблизить. Вот. То есть он во все стороны неровный. Он неровный вот туда вверх пошло. Видите? Здесь он ниже, а вот там выше. Но он неровный еще и сюда, в эту сторону. То есть во все стороны. То есть я начинала по уровню. Сейчас я подойду, чтобы вы понимали. То есть зрительно определите, где у вас самая низкая точка. Вот с нее и нужно делать отсчет. Вот зрительно я определила, что у меня потолок завышается вот в ту сторону. Значит, с самой нижней точки я по уровню сделала линию. Вот видите, там две линии. Одна из них неправильная. Нижняя неправильная. Потому что, когда я по этой линии вышла вот в тот угол, у меня получилось, что... Ну, короче, профиль не перекроет мои обои. А мне нужно, чтобы обои были под профилем, который будут крепить для натяжных потолков. Поэтому заново я отступила расстояние повыше. Вот видите, почти к потолку. Ну, там сантиметра три. Знаю, что профиль. И сделала еще одну такую же линию. И вот вышла вот сюда. Да, уже понятно, что если я наклею обои по верхней линии, вот нижняя зачеркнуто, чтобы я на всякий случай не ошиблась, то металлический профиль перекроет мои обои и в этом, и в другом углу. Вот так вот нужно все просчитать. Конечно, хочется побыстрее. Прям хочется сейчас развести клей, наклеить обои. Но нет, друзья, сначала нужно все продумать, все просчитать, чтобы потом не переделывать и опять не переплачивать. Все, уровень сделан. Теперь можно приступать клеить обои. Друзья, еще один лайфхак от меня. Конечно же, это не мое новшество. Это строительные штучки. У вас должен быть вот такой уровень. На ниточке, чтобы еще раз проверить себя по вертикали. Уровень, который я прочертила там, получился не совсем правильный. Поэтому я прислоняю вот этот уровень вертикальный и смотрю, как у меня идет обоина. Вот замечательная вертикаль. Проверила, все хорошо. Вот это первая полоска обои, самое важное. Видите, насколько я выше уровня подняла? Вот так вот я вымерила уровень. Значит, что-то там произошло не так. В общем, вертикальный уровень вот этот на веревочке вам в помощь. Еще понадобится вот такой резиновый шпатель. И вот так вот сверху вниз, от середины, от центра выгоняем и прижимаем к стене обои. От центра к краю, к одному и к другому. Все лишнее, весь лишний клей повылезает. Я думаю, что понятно.